От выдуманных вещей Не с понедельника, не с нового года Потому что какие-то неправильные планы строят Ну вполне возможно И когда мы идем к новому году Все-таки принято задумывать планы на целый год И здорово, если вы все-таки следуете этому ритуалу И этот ритуал гласит Придумай мечту, увидь ее, запиши, продумай действия и реализовывай И все про это знают, слышали Но почему-то не у всех получается все-таки достигать задуманного И здесь нужно, конечно, в первую очередь Обратить внимание на те ошибки, которые совершаются при планировании Я приготовила перечень основных ошибок Которые, в принципе, тормозят нас при достижении цели И вот первая основная ошибка Это при планировании составить некий перечень Список желаний И этот желание больше похоже на желание, адресованное Санта-Клаусу Хочу машину, хочу путешествовать и так далее И за желаниями нет продуманных реальных действий Причем я рекомендую продумывать не те действия, которые вы должны сделать А те действия, которые вы хотите совершать Что я хочу сделать для того, чтобы получить по итогу те бонусы, которые для себя я продумала То есть, условно говоря, если человек мечтает о новой машине То, наверное, планировать нужно, не знаю, поиск работы Дополнительного заработка или вот что-то такое Короче, чтобы получить что-то одно Нужно сначала спланировать что-то другое Такая вот последовательность в жизни Присуща каждому, я знаю Ну да, и здесь на самом деле К первой ошибке цепляется вторая Мы планируем и состояние, как правило, неосознанной некомпетентности Про что это? Это про то, что когда мы идем к какой-то новой материальной цели Мы обычно предполагаем за этим какие-то действия, которые мы будем совершать И, как правило, это какие-то новые действия Которые нам необходимо совершать И здесь очень часто мы иллюзорно думаем, что мы справимся Ну, написать статью это просто, даже если никогда я это не делал А ну за год-то точно напишу Ну, конечно, начать делать там маникюры на этом дополнительный заработок Это вообще легко, да? Господи, все же этим занимаются, почему я не могу на этом зарабатывать? И так далее И вот здесь у человека может попасть в сильнейшую кризисную ситуацию И такое действительно случается, когда начинают идти уже к реальным действиям И понимают, что, ну, а вот это я не продумала А потому что вы не могли знать о том, что вы столкнетесь с этой сложностью Это не значит, что вы не должны планировать новые действия Это значит о том, что когда вы идете к каким-то новым действиям Важно допустить мысль о том, что вы не все знаете И не все так просто Третий пункт – планировать то, что от тебя не зависит Да, это перекладывать ответственность Я хочу, чтобы муж мне купил шубу Да, и тут нужно смотреть, насколько вы можете повлиять на то, что другой человек Замотивировать мужа, да Можете вычеркивать это желание Это уже не сработает Да Ну и последнее Не планировать, чтобы не сгладить Да, это тоже вот очень часто распространяемая ошибка Но если вы не планируете и не продумываете заранее действия Будьте готовы к тому, что вы будете идти к целям и реализовывать планы других людей Чтобы не сглазить, нужно просто на каждом шагу, каждому встречному об этом не рассказывать Что я собираюсь делать, чтобы все потом в гудок не ушло и ты остался на том же месте Ну, смотрите, это все понятно А как же вера в чудеса? Неужели мы не оставляем для нее место в наших желаниях? Ну, как это, конечно, мы оставляем Нам необходимо, когда мы следуем планам новым Мы опираемся все-таки на действия, которые мы уже знаем и которые мы совершали Но при этом явно есть что-то, что мы не знаем, что будем совершать для того, чтобы все-таки достичь желаемого И здесь как раз опираемся на вот Но это получается же как цель и мечта, да То есть мечта-то может быть какая угодно, в принципе, а цели должны быть как-то спланированы Да, конечно, и здесь вот такая небольшая рекомендация по поводу того, как все-таки правильно планировать Я рекомендую свои планы разделить на две большие части, это личные и профессиональные И здесь вы ставите перед собой цель, допустим, хочу карьерного роста И здесь нужно разделить, какой я была год назад, какая я сейчас и какой я хочу стать Если изменений не произошло, то двигаться, в принципе, дальше смысла не будет То значит, вы как-то что-то неправильно Просите, просите что-то другое, пишите о чем-то другом Да, если я год назад был на каком-то другом месте, нужно посмотреть, а что я сделал в этот год, какие реальные действия совершил, что я продвинулся вперед И кем я хочу стать, то есть какие, я вижу, реальные действия должен совершить для того, чтобы все-таки вырасти в этом профессиональном смысле Вот есть смысл, там еще я видела, есть одна картинка, есть ли смысл планку снижать? Ну, условно говоря, в прошлом году я придумала, что хочу зарабатывать, ну, например, миллион Миллиона у меня не сложилось, и вот как, тогда лучше уже вообще не перестать планировать, как некоторые делают Или сказать себе, ну, пусть хотя бы будет сто, там, не знаю, тысяч, десять Ну, какие-то более реальные цели перед собой расставлять Слушайте, мне очень в этом смысле нравится выражение, проси, больше получишь меньше Поэтому ни в коем случае нельзя занижать планку, нужно смотреть по большому объему Но тут нужно смотреть, что в реальности очень часто мы приходим к меньшему, чем задумываем Если вы будете снижать планку, вы все равно будете приходить к меньшему, чем задумали изначально Здесь просто нужно допускать мысль о том, что вы не полностью реализуете то, к чему вы, собственно говоря, хотели принести Пишите 20 позиций вместо 10 Это важно, чтобы потом не заработать себе невроз какой-нибудь, что миллиона нет Ну, и последнее, вот говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь Вот именно в этот промежуток времени короткий нужно загадывать, писать и, значит, на бумагу заносить Либо же все-таки формировать это в течение, там, недели последней, например, или, может быть, сейчас уже начать этим заниматься Вот подводить итоги и планировать нужно сейчас, но все-таки ритуал никто не отменял И то, как вы встречаете, то, как вы проводите последний год уходящий, да, с благодарностью, с обидой, с отпусканием, с планами, с ожиданием чуда Очень много зависит то, как вы действительно проведете последующий год, потому что ритуалы, они все-таки формируют у нас внутри определенные установки Поэтому я вам рекомендую все-таки с волшебством, с ощущением чуда и с хорошими намерениями встретить в своем сердце новый приходящий год А если уже с 31-го у вас случилась какая-нибудь ссора, тогда срочно перестаньте верить в этот ритуал Ну и в конце концов, просто именно в это время не думайте только о бутылочке и о соленьях, да, подумайте о прекрасном, о том, что с вами может произойти в наступающем году Стройте планы заранее Спасибо большое, Оксана Нищенко была у нас сегодня в гостях Прямо сеть